И очень часто это, ну, это просто отпуск. То есть это какие-то экзерсисы, в которых ты видишь, что человек не волнует ничего. Я всегда старался избрать метод такой, что мне нравилось всегда выдумывать какую-нибудь все-таки достаточно распространённую от меня историю, но дальше, вот эта задача режиссёра, дальше вы должны в неё абсолютно погрузиться, поверить, даже если это абсолютная чушь комедийная, с какими-нибудь абсолютно придурочными персонажами, вы должны стать каждым из этих персонажей, вы должны наблюдать не со стороны, вы должны стать им, чтобы вообще, чтобы делать это кино. Вот. Ни в коем случае, ни в коем случае в погоде за оригинальным сюжетом не выбирайте историю, где, например, главным героем является предмет. Я таких тоже видел очень много какими драги. вообще не человеком. Это почему-то тоже является таким большой любовью начинающим к кинематографистам. Это чушь собачка. И даже где действует один герой, это не выгодная история. Один герой на экране, вот, кино любит взаимодействие, конфликт, взаимодействие для минимум двух людей. Вот тогда начинается гинематография. Конечно, мы все знаем тысячу исключений, но правило такое. И, особенно делая первую работу, лучше бы держаться как-то, в общем, правильно. Не пытаться делать что-то совсем, совсем революционное. Хотя, в конце концов, у вас может получиться что-то совсем революционное. Да, значит, когда мы говорим о выборе киноязыка, вот, несмотря на все там снятые работы, выбор киноязыка по-прежнему для каждой новой работы у меня, например, является совершенно таким вопросом, над которым начинаешь страшно наводить голову. Это, безусловно, нужно делать у нас с операторами вместе, но, когда у вас есть замысел, когда у вас есть какой-то сюжет, проще всего, вот, проще всего, то, чем я всегда пользовался и не стеснялся до этого, выбрать рефер, то есть выбрать фильм, с которым бы вы стилистически хотели быть похожим. Вы не будете на него похожим, скорее всего, потому что у вас другие актеры, у вас другая, там, другая техника, вы, там, начинающий, а вы выбрали, конечно же, себе братьев Коэнов или, там, я не знаю, Джейса Кэмерона, но, во всяком случае, выбор точных референсов очень помогает и в работе с группой, с оператором, с… Потому что вы начинаете говорить на одном языке, и, главное, вы себе прочищаете мозги, вот, потому что… Хуже нет, когда, вот, видится нечто и думал в ударе, как говорится, вот, при том, что… Все равно, все равно, вы все, все растеряете на съемочной площадке, но, может быть, это чуть-чуть вас как-то подсыпает. Вообще, я вам скажу так, что съемки кино – это непрерывный процесс разрушения вашего замысла. Все участники кинопроцесса, вот, вот эти гигантские титры в конце каждого фильма – это люди, которые разрушают то, что вы хотели сделать. И вся задача режиссера – это пытаться удержать, вот, хоть какие-то рамки этого разрушения. Вот. То, что вы оказываетесь на руинах, из которых потом надо будет собирать кино – это сто процентов. Вот. Но, в этом смысле, просто у каждого, кто приходит к вам в сарайник, а в кино – это коллективное действие, у него есть абсолютно свое представление об этом фильме, и это представление надо уважать, и его надо слышать. Особенно, если это профессионалы, операторы, у оператора есть визуальные концепции, она вообще не имеет отношения к вашему замыслу, как обычно. Звукорежиссер тоже, и так далее. Вот. И в этом смысле, блин, я прошел, вот, я могу сказать, я прошел огромный путь от того, что, вот, когда я только начал этим заниматься после филологического факультета, как бы, там, вообще воспринимая искусство исключительно как модернистское, я вообще другого искусства, как бы, себе и не представлял. Я воспринимал возможность искусства только как некий лабораторный процесс. В кино это вообще не работа. В кино, лаборатория, она, она вся происходит у вас в голове, когда вы придумываете фильм. Потом, когда вы уходите на съемочную площадку и начинаете взаимодействовать с людьми. У вас должна быть просто четкая схема в идеале, там, самая, самая простая, самая простая. Вот. Это я говорю о том, что, что, когда вы придумываете историю, ее нужно сформулировать, сначала самое главное в ней сформулировать буквально в двух строчках, а лучше в одну. Вот. Потому что в процессе съемок каждый раз возникает момент, когда не помнишь, о чем ты снимаешь. Вот. И ты вообще не понимаешь, где ты находишься. Вокруг у вас, у тебя, там, какая-то по счету смена, бегает куча людей, которые что-то предлагают, все идет уже не так, там, то, что вы снимаете. И вот тут вот очень важно вспомнить, у меня, я всегда, там, любую короткометражку, я ее формулировал одной строчкой сначала. И, может быть, даже не сначала, она переформулируется потом, то есть у вас есть сначала одна строчка, когда уже сценарий готов, может быть, это другая строчка, но она должна быть вот написана на стене у вас. И вы, в момент уже полного хаоса, вы подходите к этой стене и читаете, о чем же должен быть ваш фильм, очень много. Если вы затеяли короткометражное кино, исходите из ваших технических возможностей. То есть лучше снять простое, визуально, может быть, даже чуть-чуть наивное кино на мобильный телефон, но это будет внятная история и какой-то внятный сюжет, чем вы потратите все свои, чтобы заложить квартиру, то, что я тоже наблюдал, это потрясающие истории, как бы в духе достоевства, в разорении семейств ради короткометражных фильмов. Это все абсолютно бессмысленно не нужно на уровне короткометражного кино. Нужно пользоваться самыми простыми средствами. Сейчас у нас появились вообще, сейчас есть там фотоаппарат Mark III, который снимает качество, которым уже несколько фильмов полуметражных, прекрасно выпущено «Портрет в сумерках». Ну, в общем, много фильмов снято на этих фотоаппаратах. Этот фотоаппарат, он доступен, я уже не вижу у вас фотоаппарат. Да, ну, в общем, таких фотоаппаратов много вокруг. И в этом смысле я понял, что есть одно правило, что короткометражный студенческий фильм не должен стоить ничего, и тогда он только-только уложится во все ваши деньги. Это вот есть, это как бы закон мертвый такой в кинематуре. То есть потратиться все равно придется. Это не минуем. Но вот изначально на уровне замысла это не должно стоить ничего. У меня просто есть, собственно, опыт мой. У меня есть фильм, который мы делали три года, который там вывел множество фестивалей, который назывался «Незначительные подробности случайного эпизода». может быть, кто-то из вас его видел. А если будет желание, мы сможем его посмотреть. Я думаю, в конце он идет полчаса. Этот фильм был, я думаю, самым дорогим проектом, короткометражным. По крайней мере, на тот момент точно, не знаю, может, сейчас на наш рекорд переплюнул. Он стоил порядка 150 тысяч долларов. Мой друг, в принципе, человек, который чувствовал себя финансово достаточно устойчиво и поэтому пошел на финансирование этого фильма, он потом два года как бы отрабатывал это кино. То есть это такой отдых дружбы был. Ну и я этот фильм делал, собственно, в течение трех лет, потому что там было много графики, много вообще всяких задач. Это был гигантский проект. И был фильм, например, «Ноги Атавизм», который я тоже вам готов показать, который выбил гран-при Кинотаура и много еще других призов, который мы сняли практически бесплатно. То есть и это было вообще банковское кино. Мы ходили, снимали и в результате получился фильм, который в общем... В результате потом я думал, если можно и так, и так, то лучше уже, лучше, лучше снимать бесплатно. Не знаю, давайте, может быть, мы посмотрим 10-минутный фильм. Вот этот вот фильм «Ноги Атавизм». Не знаю, может быть, кто-то из вас его видел, но... Вот этот вот флангерский проект. Пос... Посмотрим? Посмотрим? Да, да, да. 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 Помогите дальше? как минимум, 150-мотовышнета полнитный поurgают,